В республиканском центре за сбыт поддельных денег осудили иностранного гражданина о том, как полицейским удалось выйти на след за умышленника и каким оказался вердикт суда в материале выпуска. В декабре 2015 года в дежурную часть отдела МВД России по городу Майкопу с заявлением обратился местный житель. Мужчина сообщил, что стал жертвой фальшивомонетчиков. Как пояснил потерпевший, им было размещено объявление о продаже дорогостоящего телефона на одном из интернет-ресурсов. За свой дорогостоящий гаджет он получил 50 тысяч рублей, купюрами по 5 тысяч рублей. Через некоторое время потерпевший выяснил, что данные купюры являются поддельными. В соответствии с частью 1 ст. 186 УК РФ, то есть изготовление в целях сбыта поддельных денег, было возбуждено уголовное дело. В результате проведения комплекса оперативных и следственных мероприятий полицейским удалось установить личность за умышленника. После совершения преступления на территории города Майкопа преступник убыл в Ростовскую область. В ходе выезда в служебную командировку и проведения мероприятий непосредственно по месту, во взаимодействии с коллегами с подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями Ростовской области, данное лицо было задержано. На основании доказательств, собранных предварительным следствием, суд вынес обвинительный вердикт. За сбыт поддельных денежных знаков подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев в исправительной колонии общего республики.